Ни в коем случае не сомневаюсь в его способностях, просто он любит более такое, что ли, подвижное VR-очки, эмберы, вот что-то такое, миранки, попрыгать, побегать. Здесь просто сильный герой, ну, нужно набирать очки, если ребята хотят с первого места из группы выходить, понятное дело, эту встречу нужно спокойно выигрывать. Кин оф Пейн, не понимаю, зачем взята сейчас, ласт пиком против ДП, как-то слабенько. Именно квапа. Ну да, они очень хорошо смотрятся, тем более, учитывая то, что Пейн собрались, вот прям такой действительно сердиозный пуш, и от вихи будет очень многое зависеть на данной карте. Но мне на самом деле намного больше нравится пик команды Пейн, Майдес Клаб идут с довольно-таки плохой статистикой по этой сетке, если я не ошибаюсь, у них всего одна победа имеется на данный момент. Да, действительно так, счет 1-2, они обыграли команду под названием Торус и проиграли SG и Инфамус. Тем не менее, Инфамус это фавориты данной квалификации, одни из лучших команд, но Пейн это подобный же коллектив, и такое ощущение, что сейчас это будет легкая, быстрая. Но, что, шансы есть, шансы есть с тем же самым бестмастером уже с довольно-таки сильными линиями обыграть оппонентов на самой начальной стадии, но если этого сделать не получится, то начнутся большие-большие проблемы. На начальной стадии будет сложно здесь переиграть, но и у тех, и у других есть очень сильный ультимативный кэрри, да, в лице Войда и Фантом Ассасин. С одной стороны бестмастер, с другой стороны Магнус, примерно задача у них, ну, с точки зрения зацепить кого-то, убить, похоже. Только бестмастер, конечно, отличается тем, что зацепить может только одну цель, но зато наверняка. И вот в этом плане у Квин оф Пейн вообще будут проблемы против Магнуса 1, против Санкинга 2, против Сайленса от Дес Профит 3. Соответственно, тебе нужно довольно рано покупать Блокинг Бар, возможно, вторым слотом после какого-то базового артефакта. Посмотрим, кстати, что он выберет, потому что вариантов на Квин оф Пейн всегда была масса. И Квин оф Пейн, которая не разгоняется, которую душат на линии, которая потом с одного лишь дизейбла умирает из крита Фантомки, это слабая Квин оф Пейн. Очень многое будет зависеть от саппортов, а саппорты поактивнее, посильнее на ранней стадии. Ну, Варлока мы к таким сильным относить, конечно, не можем, он помогает на линии, а вот Клокерк и Скаймак вполне себе. Квин оф Пейн, мне кажется, соберет себе Юл в этой игре как можно скорее для того, чтобы тот самый Сайленс сбивать, но действительно это может сыграть дурную шутку, потому что, ну, не можешь ты его сразу прожать, и после этого отменить там, я не знаю, прожать ультимейт. Так это не работает, тебе придется повисеть сначала немного в воздухе. В любом случае, команда Пейн Гейминг уже имеет весьма неплохую статистику на этой групповой стадии данных квалификаций, и должны они выигрывать этот матч для того, чтобы иметь возможность выйти с первого-второго места. Насколько я помню, против SG они игру проиграли, поэтому на первом месте, если SG выиграет свое следующее противостояние, не окажутся. А вот с Инфумус, с Инфумус, какая там ситуация была? С Инфумус, по-моему, да, они выиграли Инфумус, поэтому они действительно могут претендовать на второе место в даже самом худшем случае. Да, в худшем случае у них наверняка будет второе, но хотя ты знаешь, прям в самом-самом худшем случае, они могут и третье занять. В худшем случае, если SG, получается, выиграет свое следующее Б1 противостояние, и SG будет играть с Инфумус, там еще не все особо-таки ясно. Там будет точное противостояние Thunder Predator против Pain за вторую, возможно, а то и за первую строчку, если Thunder Predator выиграют, они тоже за нее могут поспорить. Но там, в общем, путаница полнейшая, нужно посмотреть следующие пару матчей и после них уже делать какие-то выводы. Там, я думаю, мы уже все вам обязательно расскажем. Ну а сейчас карта начинается, и я смотрю, Магнус пошел, понятное дело, в сложную линию, Phantom Assassin в легкую, но здесь тоже без сюрпризов. Вообще, Phantom Assassin на такой линии будет стоять очень тяжело, потому что Beastmaster, потому что Sky Mag, потому что постоянный Харас, спам-способностями, она не так много здоровья имеет. Да, возможно, свапнуть, но сейчас нужно свапать как-то Сэн Кинга отсюда, потому что он может умереть. Ой-ой-ой, всеми скалами попадают по двум героям, и Клоквер действительно может умереть такими темпами, под что Вордом пытается убегать, но отправляется в таверну. Сразу же Тип прилетает от HFN, вообще вся команда Pain немножечко этому парня поддонатила. 1-0, первая кровь для команды Pain Gaming. Игра начинается очень и очень быстро, но неплохо, неплохо сыграл Сэн Кингу, он обошел Войда и дал стан действительно по-двоим, после чего Магнус не потерял вообще никакого времени и на сквере увез команду оппонента. Слушай, это было круто, это было весьма неплохо, начало меня радует. А еще можно не меняться, Phantom Assassin здесь ни в коем случае, объясню почему. Линия Магнус и Сэн Кинг должна также мешать Войду, соответственно Войд здесь ничего не вынесет. А Магнус будет получать уровень, Магнус рано или поздно просто поможет Phantom Assassin зафармить быстро, да, за счет своей второй способности. А вот помогать Войду в этом плане не сможет никто, не будет никакого сплэша, никто не может уйти помочь тебе в лес там очень рано и бить массово и быстро крипов. И даже если Phantom Assassin не наберет на линии, она в любом случае наберет это чуть позже. И скорость фарма Войда, понятное дело, против Магнуса и ПА будет в разы ниже. Ну знаешь, я чисто так интуитивно считаю линию команды Майдас Клаб наверху чуть сильнее, чем линии команды Пэйн относительно их оппонентов. То есть мне кажется, что Phantom вместе с Варлоком против Бестмастера и Скаймага простоит похуже, чем Войд вместе с Клокверком против вот этих вот двух ребят. Сейчас закрывает Хико еще и в Коге, но есть подкоп от Кингерди, но Хико пока живет, Хико слишком толстый, его пробиться важновато. Тут видишь еще как нужно смотреть на эту ситуацию. Пассивка Сенкингарас и ЕМП, которая дает тебе много атаки, что позволяет тебе постоянно дынаить больше, добивать чужих крипов больше, соответственно мешать Войду. Не то чтобы убивать, гонять его или что-то в этом духе, а просто исключительно, чтобы он не досчитывался крипов. Только в этом плане здесь расчет. Phantom Assassin, конечно, тяжело здесь, мы просто видим, постоянно нужно хил Варлока, но вот Скаймагу нежелательно так подставляться, потому что урона может прилетать много и где-нибудь загуляет, сапог купит позже, чем Phantom Assassin и отъедет, не дай бог. У команды Пэйн очень сильная комбинация Phantom Assassin вместе с Магнусом, все же там будет импауэр по Фантомке, она нанесет огромное количество урона и вполне возможно соберет также еще и Battle Fury. Ну хотя можно и без Battle Fury гать. Не нужно, здесь никто никогда в жизни не купит Battle Fury, когда есть у тебя Магнус, это 100%, там даже не в уроне дело, а именно в сплэше, а в скорости фарма. Магнус постоянно будет вешать способность, Phantom Assassin будет постоянно уходить в лес и будет, ну такой, знаешь, как антимаг бегать, просто очень быстро перемещаться по лесу и добивать крипотам. Сейчас, на самом деле, была опасная для него ситуация, он мог умереть, ибо за ним гнались двое, но он поставил Коги и больше оттолкнул, причем продолжает выжигать ману Магнусу. У Магнуса не то, чтобы с маной было вот прям так все хорошо, тут буквально Клокер поставил, ну может поставить два Кога и Магнус останется без маны. Это очень неплохо, учитывая то, что у Клокерка, там, ну, манокост на этот скилл всего лишь 80 маны. И, если что, имеется еще Мангус, Мангус, правда, он уже этот съел, и остался второй, осталась вторая манга, так что можно продолжать выжигать ману Кингер Ди, пока Войт фармит меньше Фантомки. Ну это, на самом деле, для меня не особо-таки, скажем так, очевидная ситуация. Правда, вот сейчас уже Фантомасаси начинает пробивать Рзиаса, очень большая проблема у Скайбросмага, он находится еще и под фаталбонцами, отправляются в таверну просто моментально, ну... Вот о чем я и говорил, слишком далеко зашел, то есть у него приличный рейндж, он может издалека там закидывать, подставляться не обязательно, а там всего лишь один дайгер, который имеет замедление, больше никаких замедлений или станов не, ну, то есть, при том, что Скаймаг достаточно быстро передвигается. Как герой, Сент Кинг очень, кстати, опасно действует, хотя понимает, что там нет нюков никаких и придется в любом случае до него доходить и руками как-то бить. Ну, у него прострайк второго имеется, но она еще есть тоже, так что, в принципе, можно будет отсюда упрыгнуть в любом случае. А Магнус с ЕМП уже, и он за счет этого, конечно, будет добивать больше крипов, 18 на 3 его крипстат, Войт отстает, это абсолютно неудивительно, и так и будет, по сути, все это дело продолжаться. Посмотрим, кстати, что будет максить Магнус, как он вообще поступит, будет ли это ЕМП с самого начала, либо же все-таки первую способность возьмет по максимуму. Так, Мэнди, Мэнди, просто бить Тава, но Тава, конечно, откидывается своим шок-вейвом и довольно-таки больно пробивает Мэнди. Мэнди отхиливается полностью с львы и должен пытаться пробивать дальше Магнуса. В принципе, если подставится Тава, то это будет провал, но Тава все же очень хороший оффлейнер, лучший в Южной Америке, я бы даже сказал, и... Он не должен проставляться вот так вот просто. Бестмастер, большие проблемы, отправляется в Таверну внизу, и Чуфенс уже с ним тоже разбирается. Как-то очень странно стоит нижняя линия команды Мадес Клаб, потому что там все же Доблата была получше, но... Пейн просто выиграли нижнюю линию. То есть Фантомка вместе с Вадлоком, задуматься, выиграли Скаймага вместе с Бестмастером. Это исключительно на личном исполнении было сделано, потому что если бы равные игроки стояли вот так вот линию 2 на 2, понятное дело, что у Фантомки начинались бы проблемы. А пока Бестмастер 4 уровня возвращается на базу без какого-либо регена, точнее возвращается как раз-таки на линию без какого-либо регена, и начинаются небольшие проблемы у команды Мадес Клаб. Я, кстати, не считаю Таву лучшим оффлейнером в Южной Америке, ладно, чуть попозже, потому что здесь нападение может быть за вышку прямо на Сен Кинга. Лучший оффлейнер это... давай я угадаю, Стэн Кинг? Ну нет, Стэн Кинг все-таки саппорт, и он американец, а лучшим я считаю там товарища Липосу. Мне нравится, ну я не знаю, это как бы субъективное, конечно, мнение, то есть тебе нравится Тава, мне нравится больше Липоса, как-то я за ним побольше последил, наверное, потому что SG лучше себя проявили на протяжении всего сезона, все-таки Пейн начали играть хорошо только с приходом Вихи, а SG забрали огромное количество слотов и выступают, соответственно, ну на дистанции лучше, чем Пейн на протяжении всего сезона. Понятное дело, эта команда будет повыше несколько, чем Пейн. SG? Да, да, на протяжении всего сезона, то есть они играли осенью, они играли зимой, а Пейн не показывали ничего. Пейн показали только после появления Вихи, показали они прям так, знаешь, как будто ворвались, просто выбив дверь в профессиональную доту и начали всех разносить, ну как всех разносить, разносить европейские коллективы тоже. Ну вот это сила того самого легионера. И в SG такого не было. SG просто играли на всех турнирах до этого, потому что не было вот таких. У них не было легионера. Это то же самое, мы же не можем как-то оценивать в AGG и Шторм до прихода Резолюшна. Играли сильно? Нет. Мы смотрим на данный момент, мы смотрим по последним как раз турнирам, потому что первые турниры там вообще был дикий ад, SG не вошли ни в какие очки и постоянно занимали последние места на всех мейджорах и минорах, на которые бы они ездили. Вот Пейн это первая команда, которая показала все же хорошие результаты. Это как SG выбивали на киевском мажоре товарищей Сиклет. Но это тоже было, это год назад ровно. Мы же смотрим в этом сезоне. Ну а в этом сезоне SG больше титулов имеют в Южной Америке, просто чем Пейн, вот и все. Пришел сильный игрок, они начали играть. Надо уточнить этот вопрос. Это стопроцентный факт. Уже уточнил. Я к тому, что, ну, Пейн отобрались только на последние турниры, а SG съездили гораздо больше, в большее количество мест. Тоже с другим составом, согласись. Нет. Да. В смысле, флис. Ну, два американца с приходом американцев, они не показали ничего. А вот до прихода американцев, они как раз были топ-1. Ну так сейчас состав изменили. Ладно, закроем эту тему. Поговорим, возможно, чуть позже уже на стадии пиков следующей карты. Тем не менее, ставятся варды команды Amidas Club на верхней... Точнее, извиняюсь, конечно, команда Пейн на верхней линии довольно-таки агрессивная. И пытаются прогнать уже отсюда Кингер Ди. На самом деле, должны были понять, что где-то здесь что-то этот парень поставил. Скаймак все это видел. Ну, нужно будет раздевардить. Кингер Ди решили гнать до самого конца. Пока уходит на хейк-граунды. Батарейки некоторые не попадают. Ну, подтягивается еще и Вихи. Очень агрессивно сыграл Хико, наверное, даже зря. Самонадеяно. Делает телепорт отсюда. Кингер Ди сможет ли сбить? Нет, все в кулдауне. Но дэмэджа хватило с экзорцизмом от Вихи. Вообще не задумываясь, он прожал ту обилку и абсолютно спокойно забирает четвертый фраг для своей команды. Проблемы могут быть еще у Квин оф Пейн, если она останется на месте. Получает пока Сайленс. Добежит Син Кинг. Нет. Ну, Виха. Виха хочет добрать. Кингер Ди, правда, отправляется в таверну. Там все-таки Соник Вейф от Квин оф Пейн дамажил весьма немного. Ну, и все. Все, минус. Минус Квин оф Пейн. Вот это ошибка. Очень серьезная ошибка от команды Майдер Сплава. Ну, это жадность была. Ну, зачем этот Санкин? Зачем его забирать? Он стоит там какие-то 200 голды. А ты отдаешь Квин оф Пейн, ты отдаешь своему мидера. И ладно бы, он тоже стоит 200 голды, по сути. Одну единицу золота Виха за него получил. Но 20 секунд Квин оф Пейн сидит в таверне. Она абсолютно никакого фарма не получает. Ну, и пора переключиться на Нендотворса. Действительно, 5-1 пока счет. На 10-й минуте 3000 преимущества за командой Пейн. Они просто с грохотом выиграли стадию лейнинга. И 4200 уже почти имеется у Фантомки. В то время как Войт фармит всего лишь 3400. Ну, Магнус и Санкинга молодцы. Они сумели победить на этой линии. Квин оф Пейн отстает уже тоже более чем на 1000. Это тоже довольно много, вот эти смерти. Мало того, что ты сам погибаешь за Санкинга, ты отдаешь фраг еще и своему оппоненту, да? Вихе отдаешь, который деньги получает. Дастера пытается пробить. Есть также еще и купол по HFN. Но у HFN нужно внести дэмэдж. Как можно больше дэмэджа. Он просто упрыгивает. HFN пока что живет. Не дает дэмэджа для того, чтобы убить HFN в этой драке. Кингерди крутит пески. Отлетает в итоге от ультимейта Бистмастера. Таво получает Аркейн Болт. Отправляется в таверну. Набивает его все-таки Фестис Войт. Войт такими темпами тоже может умереть. Войт отправляется в таверну. Но HFN получает Аркейн Болт. Но все еще живет. Последняя тычка от Суса. И это очередное убийство для команды Майдас Клаб. Кингерди также отправляется в таверну. И Варлока туда же нужно отправлять. Отвратительно просто сыграл Магнус в этом эпизоде. То есть я смотрел за его телепортом. Я вижу четырех героев рядом. Он шел пешком. Он не использовал скьюера. Он просто зашел. Получил рор в лицо. А у него должна была быть инфа о том, что рор по-прежнему есть у Бистмастера. И Бистмастер его не использовал. И потом конвейером без Магнуса. Команда в драке на порядок слабее. Вихи тоже не было. Ну и все, что набрали до этого Пэйна. Они резко потеряли. Отдали там четыре, по-моему, фрага подряд. Снизу абсолютно было это не нужно. Еще Фэн. Сейчас может увидеть Клокерка. Клокер, кстати, только что чуть не умер от фатулбанцов. Он сделал телепорт на шрайна. Там 12 хп оставалось. Фатулбанцы все еще висели. Если бы там еще хоть какого-то крипа ударили. Возможно бы он умер. Но он умирает от их Фэна. ЭЧФэн. Добить. Все. Шоквейв. Таву в итоге забирает фраг. Но это не так важно, кто именно забрался. Отправили Клокерка в таверну. Еще и после телепорта в это время есть еще и ультимейт от Таву подкинул еще и Сэнд Кинг. Немножечко демджа со своим брострайком. Ну и это очередное убийство для команды Пейнгейминг. Да еще они и снесут Тиргентавр. Под Эмпауэром все же HFN дамажит очень и очень неплохо. Экзорцин пошел от вихи. Все. Парни пошли пуши. Такое ощущение, что они сейчас пойдут еще и Тир-2 тавер ломать. Но это не точно. Итак, три топ-нетворца сейчас за командой Пейн. Они снесли ты один вышку сверху, они снесли ты один вышку снизу. С этим у них все в порядке. Сами же не потеряли, судя по всему, еще ни одной. И могут идти дальше, пока экзорцизм работает. Еще несколько секунд он продлится. И вот тут вопрос, будут ли Мадес Класс в Клаб драться. Будут. Подошли уже в смолке. Там голем есть. Будут выходить на Дастера. Дастера нужно как можно быстрее зафокусить. Бесмастер, возможно, даже использует у него свой ультимейт. Режи не хватает. Получает Саленс. Виха сразу же присифонился. Начинает пробивать Сворда. Проблема у Варлака. Варлак получает ультимейт. От Квин оф Пэйн отправляется в таверну. Виха в итоге получает купол. Также еще и Мистик Флэр. Туда Виха в таверне. Боже мой. Что сейчас происходит? Майда с Клаб выигрывают уже второй файт подряд. Но пытаются хоть каким-то образом... Помешать своему оппоненту. То есть пока они хотя бы какое-то сопротивление более-менее внятное команде Пэйнт создают. И сейчас карают за слишком самонадеянные действия. Эдвардят еще те самые варды, о которых я говорил, что Скаймак их заметил. Звучит, конечно, здорово. Но при этом я смотрю на Фантом Ассасин, которая там в два раза оторвалась уже от Войда. Пока вы зарабатываете два убийства сверху, да, например, на вас свеж... Вернее, все это время Фантом Ассасин просто с Эмпауэром фармит лес. И скорость ее фарма по сравнению с Войдом, ну, просто нереально отличается. И, естественно, пара там киллов никоим образом Майдес Клаб здесь помогать не будет. Сайлен, кстати, под двоим повесил Виха, но продолжения никакого нет, рядом тиммейтов не оказалось. Магнус без РП, вообще без РП, либо без Броустрайка, по сути, цеплять-то нечем. Ну, ладно. Появляется РП только сейчас у Магнуса, да, если он был в кулдауне. Но осталось Блинк сделать. Вообще у Магнуса все неплохо. 4600 на Творца зафармить еще самую малость. Вот буквально эти два кэмпа и будет уже Блинк Даггер. В принципе, после того, как откадешится экзорцизм у Деспрофит, можно будет начинать очередной файт. На предыдущий файт команда Пейнт проиграла все же из-за того, что довольно быстро зафокусили Варлока. И получилось сделаться грамотно команде Майдес Клаб, после чего поставили купол, там, так далее, и так далее. С Мистик Флэром по Деспрофит. И только так и получается. Но это действительно было приурочено к тому, что команда Пейнта не успела прокастовать свои важные ультимейты. И та же самая Деспрофит была без экзорцизма. А так в Файте 5 на 5, на мой взгляд, они намного сильнее. Убивают, правда, Варлока очередной раз, что там до Голема. До Голема осталось 90 секунд. Скидывал он его на медл-линии для того, чтобы убить Квин оф Пейн. Ну и вот внизу. Клаба стянулась, но здесь есть два героя команды Пейнт. Здесь она точно не будет ничего делать здесь с Энкингом. Он спокойно от нее уйдет. В крайнем случае улетит, если понадобится. Три героя, кстати, от Майдес Клаб там сосредоточены вокруг руны. Руна не скоро, поэтому, видимо, собираются кого-то найти. Но они, естественно, хотят найти Фантом Ассасин, который уже давным-давно в лесу сидит. Которая там безбожно фармит. Ну а в этот раз они ошибутся и ее не найдут, потому что сверху, как мы видим, только Магнус. Ну хотя бы Магнуса убить в такой ситуации было бы тоже хорошим результатом. И снова паузы. Куда ж без них. Я уже думал после первой карты, что все наладилось и мы нормально посмотрим. Ну вот я смотрю сейчас за игрой, но немножечко за другой. Потому что у нас вот прям за нашими мониторами стоит превью с первого канала. И мы видим все, что происходит и там, и там. Поэтому можем вам немного рассказывать. Команда Испада на данный момент имеет счет 16, а Fly to Moon 9. И Испада таким этапом можно брать еще и третью карту. Варлок. 8 хп остается. Залетает ракетка. Все уже отправляется в таверну. Хика цепляет. Есть РП. Нет, РПшки. РПшку сбили. Хика пока что еще живет. Засейвил Скаймага. Скаймаг, правда, в итоге не особо засейвился. Да и сам Хика умрет. Ну, не вышло. Не вышло. Нашли, называется Фантом Ассасин. Да еще РП не потратили. Хотели тратить РП. В итоге ребята из команды Майдос Клаб сказали то, что да ладно, зачем тебе это РП тратить сейчас, убьешь нас и так. В итоге получилось все даже лучше, чем хотели. И теперь с РП можно подраться еще разок. Там и экзорцизм есть. И голем тоже наверняка совсем скоро появится. После чего, ну, действительно, можно идти уже в атаку, забирать следующие вышки. Так, тут Храносфер. А он не знает, что тут слишком много врагов. И Вихата уже подходит. И Войт там чуть не погиб. Там еще Скаймак уходит, отпускают Войда. А вот Клокерка не отпустят точно. Пойдет ли дальше какая-то атака и продолжение? Ну, больше никого не видят. Ну, все, есть. Можно ломать Тирлот Тауэр. Вообще никаких проблем с этим не присутствует. Скаймак тоже сделал телепорт на Шрайн. И он не отменил его, потому что телепортировался прямо в Купол. Ну, Т3, наверное... Ну, пока там хроносферы нет. Да, да. Пока нет хроносферы. Есть ультимейт. С Големом, с РП. Вот с этим вот всем пока экзорцизм работает. Ой, в миде попытались поймать, но вообще не хватает урона. И Варлок похилил и крит на семь сотен. И Скаймак также получает пару ударов от HFN. Очередной даблкил забирает себе кэрри команды Пейн. Ну и... Можно еще в лесу, я там вижу Войда, которого тоже могли встретить. Нет, нет. Не нахватит Войда. Ну, не, не, он уже достаточно далеко и Мэнди почему-то показывает Рошана. Да, это Рошан. Это Рошан для команды Пейн. Информация об этом, конечно, у Майдас Клаб имеется. Тем не менее, что ты сделаешь на Рошане? Каким образом ты сейчас будешь драться против Варлока? Против того же... Ну, точнее, Варлок, ладно. Варлок скинул своего голема. Я хотел приурочить все к тому, что у него и месяц големы вообще сюда приходить не стоит. Тем не менее, команда Майдас Клаб все же хочет что-то там сделать. Тут ИЧФН. ИЧФН должен добить Рошана по-хорошему. Надеюсь, сейчас на Киты повезет. Сайленс есть. Врывается Клокер. Сразу же Сын Кик просто закрывает своим же телом по траектории Хукшота. И это АИКС для ИЧФН. А теперь можно еще и на отходе ловить команду Майдас Клаб. Хейка. На Хейка просто наплевали. Увидели более приятную цель. Квин оф Пейн разлетелось. Ну, Квин оф Пейн получает Сайленс. И действительно, ты все очень правильно спрогнозировал. Пока Квин оф Пейн не собрала себе даже Юл. Все очень плохо по золоту. И против Сайленса Дэс Профит никаким образом еще не получается отыгрывать. А там у Сын Кинга Даггер же есть, да? У Сын Кинга нет, пока нет. Ну вот он получит Сын Кинг и будет ловить Дэс Профит еще проще. Плюс есть Магнус, про него не забываем, который уже с Даггером. И вот таким образом ДП абсолютно пока выпадает из этой игры. Ее практически нет. Ого, все-таки купил. Ну это, конечно, бред полнейший. Не понимаю, зачем это нужно. Не, на самом деле, это не помешает, если ты понимаешь, что у тебя Магнус-то может находиться в одной части карты, а ты в другой просто будешь спокойно фармить. Ну и тем более дополнительный реген для ИЧ Фэна в любом случае приятно. Тут на самом деле он мог собирать вообще все, что угодно, учитывая разницу в классах команд. Ой, как все плохо. Вообще нуль урон наносит ультимейт-клапы. Хроносфера неплохая. Но еще более крутой РП по троим или четверым, я не вижу, по троим. Искрита убивает ИЧ Фэн всех. И дальше Войт будет бежать в одиночку. Догонят ли его? Мэнди. А он в деревья запрыгнул, пытается пока прятаться. Но видно по траектории на самом деле. Видно, где он? Вот по вот этой траектории сейчас. Если Вижен есть у Кингарди. Кингарди понимал, сделал телепорт. Ну ладно, Мэнди живет. Квинов Пейн вроде как тоже пока что еще жива. Но HFN выкладывает Аквилу. Что? Что? Что он пошел, нашел? Что он просто делает? Он выложил Аквилу, попытался побить эту Аквилу. Типа, ну что ты мне сделаешь? Отменял свою тычку. Было бы забавно, если бы он ее сломал. Или там просто Квапа ударила по Аквиле и сама отсюда улетела. Но я предполагаю, что он бы взял ту самую Аквилу. Он, в общем, играется уже, просто играется своими оппонентами, как кот с едой. И, блин, пока бесшансово для MyDeskClub. Но Пейн играет очень круто. Вот мне нравятся такие карты, когда имеется какой-нибудь Магнус. Когда действительно вот ультимативная такая комбинация от одной из команд может залетать. Но и фиг очень крутой у Пейн. Никаким образом это отрицать нельзя. Тут под фаталбанцы залетает, что Фантом Ассасин со сплэшем. Плюс еще и Баттлфьюри. А тот же самый Голем будет залетать. Экзорцизм. В общем, очень много дэмэжа залетает. Пик очень простой, при этом сбалансирован. Есть физика и магия, есть и пуш, и деф. Вот, в общем, есть все. И, казалось бы, слабых мест в этом пике нет абсолютно никаких. Разве что Лейдинг стадия могла пройти не лучшим образом. Но это не тот случай. Да, там в Квенов Пейн потратили сейчас два ультимата. Тем не менее, она отправляется в таверну. Сразу же байбэк. Нужно хоть каким-то образом задефать мидл линию. Большие проблемы у Клокерка. Клокерка только умирает. Как же быстро она разваливается даже без критов. Скаймаг, буквально две тысячки от HFN. Ну, еще раз вернувшись к теме Бэтлфьюри, стоит отметить, что все же еще больше дэмэджа под футбанцами наносит Фантом Ассасин, если делать себе бэф, а не что-либо другое. Ну и что? Минус два. Даже минус три получается за эту драку от Пейн. Плюс байбэк от Квиннов Пейн и... Пейн и Квиннов Пейн. Я же подумал, сейчас ты очень не отговорился. Пейн любит Квиннов Пейн, я тебе так скажу. Судя по этой игре, прямо очень. Потому что ее нет. Вернее, она есть, но она не делает ничего. Они играли и с Квиннов Пейн сами, и вот сейчас им в этой карте, я так понимаю, очень нравится, как отыгрывает Сус. Что ж, посмотрим. Ты думаешь, им нравится, как он отыгрывает? Мне кажется, не очень. Нет, Пейнам нравится. А, Пейнам, да, Пейнам безумно нравится, они прям кайфуют. Я уверен от этого. Но они предсказуемо должны были эту карту выигрывать, и я думаю, в ближайшие пару минут все это дело произойдет, и мы увидим заветную надпись. Ну и, скорее всего, произойдет максимум одна драка. Вот это последняя. Сайленс по двоим. Конец. Сдавайтесь. Минус три. На ровном месте. Без боя практически. Просто увидели, подкопали, убили. Пейн, кстати, знают. Что значат все фразы из компендиума. Они еще на эпицентре подходили и спрашивали. Ну, был консьерж. Консьерж это тот человек, который водится их из отеля, например, на веню. И вообще всем занимается подобным. То есть любые прихоти считают, что он исполняет. Массаж, что угодно, еще. Все это было на эпицентре, да. Тем не менее, они спрашивали специально у консьержа, а что значат фразы в компендиуме. И он им реально отвечал. Так что он сейчас это ненормально, это нечестно. Тава не просто так спамит. Что ж, гудгейм уже. Забирают там гвинов Пейн перед этим. Забирают также еще и Войда. Ну, команда Пейн абсолютно закономерно выигрывает эту карту. Никакой неожиданности здесь не произошло. Что ж, стоит их еще раз поздравить и посоветовать хорошо приготовиться к команде под названием Thunder Predator. Потому что именно с ними придется играть, я так понимаю, последний уже Пейн. Последний матч, да. Сейчас 3-1 у Пейн, у SG также 3-1. Дальше интереснейшее противостояние, которое стоит вашего внимания. Infamous против SG и Sports. И вот именно это нужно смотреть. Пожалуй, вот эта карта и потом как раз-таки на Thunder Predator против Пейн будут самыми интересными. Все остальное это скорее, ну, посмотреть, произойдет интрига или нет. А вот эти две карты, вот следующая и последняя, это как раз то, что нам нужно. Да, друзья, ну а пока мы будем уходить на небольшую рекламно-музыкальную паузу, после которой обязательно вернемся и продолжим.